Возвращаемся к замечательному матчу флай ту мун против гамбиты спортс Счет 1-0 в пользу флай ту мун Откусили они кусочек от гамбитов Еще немного очков себе И скорее они дали очки гамбитам Как вам будет угодно, как вам больше нравится Ну и вторая игра Нагу Сирену решают использовать Вместе с Death Profit Operation Вот это пик Давненько не было видно Нагу Сирену И ДК закрепляют Ну чем без какой-то подкреп и просто много сирена Просто много сирена Свеобразный выбор дат Ноль героев, которые с ней как-то сочетаются Для которых нужно Единственное с чем работает пока что Типа ты кидаешь сетку и аппарат веросилом примораживает В рамках линий неплохо В рамках игры не очень нужно Пока что Я бы не сказал, что это хороший пик Хотя ну ДК, ДП Это здорово, в любом случае Ну, флайтом свой Своё видение ситуации Мне считают, что Дело было не войдя Дело было в лишь окей Снова его берут Мне нравится на самом деле Хороший герой То есть вариативно что бегает Не очень жирно То есть не какой-то имба Который не сломать Тебе нравится в плане Не только как героя для пика Но и в плане баланса игрового Ну плюс-минус, да То есть он вроде дает дэмэдж Ну то есть и пуган дает дэмэдж, но при этом их есть чем убивать Они такие, то есть требуют пальцев Каких-то правильного понимания макроигры И чтобы не подставляться Вот как в прошлой игре Азверх танцевал И ты про три дороги стал рассказывать И в этом убили Так и тут Ситуации бывают разные И вот допустим ДК в этой ситуации Мог бы и не умереть Или какой-нибудь Тиммер Потому что слишком жирный и так далее Лендерлорд мог бы и умереть А Шаг он Типа стиль стеклянной пушки Дэмэджа много ХП мало Это прикольно Да он сам весь такой Как стеклянный Пушкин Последние баны У гамбита остается Я даже не знаю ДК оффлейн Не оффлейн Здесь будет Кор Деспрофит Мне кажется Деспрофит для Чапи ДК в мид И есть подозрение Что это Нага-сирена Оффлейн И сейчас четверку доберут Ну это как-то Совсем тогда странно выглядит И даже не странно Это как-то слабо выглядит То есть у тебя будет Три икора Которые ничего сами не могут Вот ни один из них Ничего в сол не может сделать ДП ладно Еще плюс-минус Там с ультимейтом Ну то есть ДК Ему левел нужен Нага-сирен ей там Левел нужен Слаты какие-то там Тот же Митерхаммер Плюс-минус Что-нибудь Но у противников Значит лишь рак Еще сейчас какой-то герой Появится То есть это выглядит Уже мощнее Посочнее Леон с пальцем Вот уже опаснее Чем первая четверка У Гамбит Хватает хороших Саппортов Хороших героев Типа общая связка Вроде неплохая Но в рамках линий Все очень плохо В рамках мидгейма В макроигры Все среднее И Спасатель наверное Гамбита А кто что у них Ласпик И они могут Ситуации выбраться Но вот ты вчера Эту тему Поднимал Когда я рассказывал Про кого-то Что у них есть Типа Ласпик Что все исправить И ты говоришь Типа Что эти ребята Постоянно хатсоциации Ей нужно что-то исправлять И вот Гамбит Снова в нее попали Разговор был не про них Но они в этой ситуации Про Флайту Муми Как раз говорили Да И сейчас у них Как раз таки Все хорошо То есть у них Есть хороший кор В своих там влайт Который убивает Там ДП например Не сильно от нее страдает ЗДК плюс-минус Может убивать Хороший Лешак И Ласпик Для Своей сложной линии Суперпро 12 Кто остался В сложной линии Давай смотреть Из хороших героев Кентавр какой-нибудь Не кентавр В Дум есть Вот что я думаю И вот здесь Не блок заходит Пожалуй Что Дум только И остался Из того Что мы сегодня Видели Андерлорд Бист в бане Фурион Все герои По всем Прошли Но вот Из старых Которых редко берут Это вот Кентавр Мне видится Неплохим героем Здесь Плюс-минус Неплохим героем Мне видится Есть честно Феникс тут Как бы это ни звучало Ну Феникс Немножко Так Посмотрим Бэтрайдер Бэтрайдер Вот Точняк Совсем Про него забыли Он ДК Один из лучших героев Против него Но опять же Нет кого-то Подсейва Хорошего То есть Она все равно Может вроде как бы Ловить Цеплять Сбивать Но И поднимает руки Долго И Сетка Долго летит То есть Она не тот Герой Что нужен Если будет Рыв Кого-то ДК То Серьез нужен Герой Который Который сможет Что-то делать С Бэтрайдером То есть На первую Вторую Я бы сказал Это герокоптер Но с учетом Бэтрайдера Как-то вот Не видится мне Такой герой То есть Я бы Надо все-таки Делать четверку И добирал бы Еще одного Кору в легкую Теоретические Выкладки Которые У меня имеются В данный момент Из ближайших Преследователей Team Spirit Остались Вега Которые отстают На 3 очка И у них 4 игры Ну Если не считать Гамбит Ну что Гамбит Они вроде как Потеряли пока мало Но у них Всего одно очко То есть Они пока Там только Две игры Проиграли Но они Сыграли Всего 3 Итак У Веги 4 И получается Если они Проигрывают Хотя бы одну То они Обогнать Уже точно Не могут Могут Только догнать Это при условии Что Team Spirit Не набирают Очков У Empire 4 Но Штука в том Что и у самих Team Spirit Еще 4 Ну Просто вот Буквально Нужно Выиграть Два Из Две карты Из 4 Причем Соперники Не сказать Что самые Грозные Все-таки Team Spirit Гамбит и Empire Могут собраться Но вот Прошлая игра Например Гамбит была Не очень сильной Причем Это из Расчета Что противники Отыграют Отыграют Все свои Карты На победу Да Да А любая Ошибка Империи И Веги Это Минус Одна Карта То есть Если Хотя бы Раз проигрывает Empire Или Вега Что вполне Ожидаемо В текущих Реалиях То есть Передом Нужно Затащить Всего Навсего Одну Карту Причем На самом деле Вега Может Одну Карту Проиграть Например Следующую Против Гамбит После Этого Нужно Будет Верить Одного Имперцев И Этого Тоже Будет Хватать Потому Что Они С ними Сделать Матч Team Spirit Empire Станет Ключевым Я уже Чувствую Что В нем Решится Все Завтра Потому Что В случае Победы Над Империей Team Spirit Все Досрочно В противном Случае Нас ожидают Разные Различные Расклады Просто Если Говорить О переигровках Возможных Допустим Что Вега Наберет Свои 6 очков А Empire Выиграет У Team Spirit И Проиграет Одну Игру Saint Squad И Получится Что Empire 6 Вега 6 И Team Spirit 6 Такое Еще Возможно Поэтому Пока Идут Все Игры На Победу И Просто Некоторые Команды Молятся На то Что Их Конкуренты Ошибутся На какие-то Результаты Но Играть Нужно До Конца Что А то Представляешь Так Бросить Играть А потом Бах И Спириты Сливают 4 катки А ты 4 мог Выиграть И Все И кусать Локти А что Если Ты Не Выиграл И Поэтому Спириты Слили 4 катки Потому Что Они Зали Что Уже Прошли Ну Нет Я Думаю Если Они Уже Знают Что Они Пройдут То Все Тут Уже Конеч Это Будем Как говорится Разбираться С этим Позже Завтра Будем У нас Как раз Там Длинный День Мы Начнем С Бирмингема И Потом Адеквация Добьют Эти Валификации Судя по Всему Такие Дела Ну И Что Заход Вчетвером В Самоках Слева Фантом Справа Леон И Леон Сейчас Вот В позиции В которой Его Уже Видят А он Еще Не Видит Пошла Сетка Пошел Полфит Например Еще Не Давай Все Так Взял Очередник Тач Это Шанс Для Леона Нет Слишком Неприятно Когда Героев Бьет Это Замедление По 0-3 Но Три Героя Скинлись Уже Секунда Замедления И Вот Она Так Выражается И В итоге Можно Еще Успеть Поискать Кого-то Еще Здесь Что Вероятно Леон Тут Был Б Один Пошли Поискали Посмотрели Сайланд Сам Пошел В итоге С ними Драться Не Отжимает Руну Я Перекликал Могло Быть Не 2 2 3 1 Но Сайланд Немножко Не Солод Тратит Ангуз Будет ли вывод крипов Или они так будут стоять 3 в 3 Пока ничего понятного То есть ДК очевидно Сложные Это вот их Ставочка На этого героя Нага ему в помощь Да Выводят Выводят Чтобы на всякий случай Стабильно получить свой левел Но ли он копает И ДК очень плотно прошибают Он пока ничего не брал Ни Стан Ни Брэсфайр Ни Драгонблад Сайланд Пытались Точнее так Сайланд пытался вывести крипов Его кинули сетку Он от нее увернулся Но крипы Увернулся и от них за компанию Поэтому они все равно пошли на линии И в итоге ему придется Теперь что-то выдумывать Ну вот он Пытается вывести их под вышку Да Чтобы Не потерять свою линию Чтобы Не давать много фарма Чтобы фармить И ставится пауза Кстати Первая игра Где Флай не поставил паузу После пика Но поставил ее сейчас Хотя ненадолго Ну это не он Это Дахак поставил Не важно Пауза была Зато Флай возобновил игру Даже так Сам уже устал От всего этого Да если честно Квалы конечно Каждый раз Вот они начинаются Думаешь Так давненько Доты не было Но стоит квалом начаться Уже второй день И они просто Уже все в голове Путаются Эти команды бесконечные И это только Одна квалификация Из двух Я тебе больше даже скажу Это одна квалификация Из трех И это только один регион Этой квалификации Да Ну третий Это я так понимаю Ты геск имеешь ввиду Да Ну там он Насколько я понимаю Там уже хотя бы Что-то сыграно Ну вообще да Я просто творю Расписание Вот это чайность Понимаешь же ESL Геск До конца месяца Просто геск Геск Плотный квала Хотя это минор Это минор И Будет забавно Что если минор Что-то решит Пока решают Аппарата Закидали его на полу Покрыли маслом Закинули потом в лед И он погиб Айсберг пока что Неплох стоит против Дахака Ну на Лишаке Он уже подпривык На верхней линии Офтерлайф и Бигнум Против Сайлента Ну как-то Сайленту Здесь особо Не помешать Немножие проблемы У Бэтрайдера Но вот он на тапке У него еще Винлейс Просто выкатился Из-под джиггернаута Который без первого И без второго Но было близко Нападение на трек Свану флайер Флайер погибает Успел дать хекс Может быть за счет этого Выживет Нет Нету спирит лэнса А тем временем Айсберг Умудряется убить Дахака С помощью ноуфира Но фир погибает Но для айсберга Это очень важный фраг Это очень приятный Размен Потому что там Сверху погиб саппорт А здесь погибает мидер Я кстати вспомнил Видел сейчас Курочку Бойте нападение Такое Неявное Так вот курочку от Леона Потому что в момент Когда это выпустили Был какой-то баг С тех, что ты создаешь Инстамо на дрейн Несехишел на противник И просто фаббл сервер Чапи Блэйдфьюри Ну но фир пошел Фидить немножечко Чапи его забирает Правда здесь минус вард И Чапи все равно Остается на ухп Но у него есть стики Правда одними стиками Делу здесь не поможешь Сверху нога сирена Приходит Кидает Волл из ванна флая Сетку А в afterlife Нету ману на образ фаер Еще вспомнил Кстати, что в рамках Тест доты Был баг с тем Что можно было Союзных саммонов В хекс кидать С этим мордовкой Забавно Ну это Ты назвал Эту курочкой Но это рыбка Если что Это рыбка Ну там Водный интернешнл Все дела Какая разница Курочкой Рыбка Написано хекс Так Что с глаз Это с глаз У меня С глаз Все время в варкрафте Отправлял всех Именно в курочку Могу сказать Что вообще Нет там кстати По разному Там всегда Там был крабик Еще какой-то Там уже до шамана Лягушечка была Точно помним Да Забавный баг Вообще С Манки Кингом Очень много багов Во время реплея И Однажды У меня Манки Кинг Во время реплея Почему-то Я как-то перемотал Он остался В рыбе И он бегал Или это тролль был Возможно тролль И он короче бегал Да тролль И он бегал как сларк Такая рыба бегает В доспехах Месть всех палкой Он не выходил Из этого состояния А с Манки Кингом Есть какой-то Занятный баг Когда он прыгает На елку И ты отматываешь Но Дута знает Что он прыгнет На эту елку Эту елку Он начинает колбасить По всей карте Как будто это радар Какой-то Ну я не знаю Это тяжело Описать Если никто ни разу Не видел Но если раньше Я встречался с этим багом Редко То последний раз Когда я смотрел репку Я каждый раз Видел эту Дичь Которая происходила Там даже невозможно Смотреть на игру Я кстати даже записал Могу потом После этой игры Ну выложи Куда-нибудь Это же интересно Там нападение в боте Кубискрутил Где с вами джигернала Вот его закрыли Нахватит ли урона Крипы нормально Вышибают Но там Килл вар Да и Варту ехал И минус Еще и продано 75 На самом деле Для вот этого Старт игры Это очень большие деньги Нападение в боте Уфлайм Больший уровень Для этого Очень грамотный Подковный хекс Но Брэсфайер Со стиков Просто его не прощает Да Но за всем этим На самом деле Стоит Так Издалека Смотреть Потому что Главное Это драма В центре Разворачивается Очень плотно Перестоял Из-за этого Фрага Айсберг Дахак 400 литер Разницы Левел Разницы И давление От щемления Нового Решака Только сейчас Начинается Что появилось Пульсного Сщемления Решака Я думаю Что Даже сейчас Еще раз Решака Ну там Радион Только что Сканировали Потому что Где-то Поступила Инфарь Типа Ребята Там То ли Смог То ли Не Смог То ли Как-то Ну Ничего Прочитали Что-то Уже Идет ТП На Сейв Потому что Если Прошла Инфарь Ребята Ушили То есть И вы Искали Но Нападение Пошло Подкоп Хороший Хекс Да Не дают Еще 11 Ифон Это Минус И молнии Сейчас Залетят Еще И еще Один Минус Новфир Забирает Фраг Но это Шикарная Игра Для Лешака Он Забирает Еще раз Дис Профит Еще Сильнее Отрывается По Нетворсу По Уровню 2400 На 3400 И Еще Сейчас Вышка Начнет Падать Да Такого Это Лешак Который Для LGD В общем-то Завез Катки Против ВП И против Ликвидов Где просто Этот Лешак Брал И забирал Сумонов Героев Очень быстро Получал уровень А потом уже Разгонялся И сжигал Все остальное Причем Остановить Да Его можно Но вот Как-то В отличии от СФ Лешак Не смотрится Таким героем Который Один раз Погибает И все И игра Руинится Нет Лешак Погиб Разог Но он тут же Реснулся Возможно Благодаря Бладстоуну И он Пошел Еще раз Ему Наоборот Скорее Достаточно Одной Благоприятной Ситуации Когда он Сможет Поджечь Вражескую Команду Сетка Нападение На ДК От сетки Уворачивается Лансер ДК Закрывают Это Минус Драгон Найт Вся Его плотность Моментально Испаряется Как только Он видит Вот этого Синего Коня Синего Коня Саркана Руны Здесь Тоже Нужен Худ Какой-то Если Опять Вот Эта Ситуация Получается Что У тебя Есть Кор Который Не Кор Потому Что Ему Приходится Собирать Айтем На Под Сейф Слишком Больно БКБ Еще Ладно Если Ты Можешь Сделать В данном Сучай Очень Хочется Сделать Худ Сейчас Будет Нападение Кстати ДП Еще Одно Заходит Еще Бэтрайдер В спину Есть ТП На Под Сейф От ДК Но Мне кажется Он не Успевает Бедная ДП Или Успевает Нет Живет Живет Все нормально Работает Еще Копье Работает Последний Все Бэтрайдер Всех С собой Забрал В могилу Стянул Жесть Последний Рейндроп Его спас И пришлось Бэтрайдер Фидить Но Все Вышло Так Что Кстати ДК Разворот Убивает Соло Поставил Это Проехался Просто Ну Да Ну Что Лишака По Лишаку Никто Не Проезжается Хотя ДК 4200 Нет Варс Но Он Очень Мог Сейчас Заработаем Он Сделал Именно Соло Фраг Это Очень Важно Сейчас Что Может Они Сделает Стиками И Рейндроп Выживает Тусик Еле Еле И Разворот Хотят Подраться А Могут Ли Они Есть Firefly Но Нет Лассо Их Видят Тусик Мне кажется Вот Это Это Было Зря Я Подытожу Ну Но Фир Много Фидит Но Фид Хочется Сказать Леон В Инвизе Можно Сейчас Попробовать Забрать Фраг На Чапе Будет Липот Коп Нет Без Шак Убежал Там Не Особо Было Был бы 6 левел Я думаю Они полезли бы Куда-нибудь Лешрак Испугался Да Не знаю Хекс Леона Потом Подкоп Подходит Лешрак Давит Свой Подкоп Молнию Пульс Нову Может быть И забрали бы Там Ведь он 830 ХП Могли Ну Решил Не рисковать Все-таки Хлипкий Лешрак А вдруг Будет Суппорт Какой-то На Подсейве Это Все Очень Неприятно Такая активная Дота Приятная Вот у нас Сегодня очень Много было игр Где 8-ая Минута 9-ая Фрагов Почти нет А здесь Раз за разом Идет Какая-то Разминка Нет Дэс Профит Без шансов ДДП Супер Хиро 12 Супер Про 12 Забирает Дэс Профит И мы Сталкиваемся В очередной Раз С ситуацией Когда Дэс Профит Оказывается В положении Не самым завидным У нее низкий Нетворс И единственное Что она может Это набирать Свой Нетворс По лесам Что Дэс Профит Делает не так Круто Казалось бы Но меня в свое время В этом разуверили Мне сказали Что это не так Дэс Профит Может фармить Особенно в новом патче Так у нее вообще Волной спам Не хочу Но мало кто Из Дэс Профит Так делает Дэс Профит Вот где-то в головах Сидит и игроков И всех зрителей Что Дэс Профит Это герой агрессивный Она должна пушить Она должна с экзорцизмом Куда-то идти Ну если она пойдет сейчас То она придет Только к поражению На этой карте Ей нужно больше Да как ты понимаешь И идет в лес Кидать тебе самые волны Но замечу Что немного тебе собрали В том плане Что без Четвертого сворма Долго фармить А четвертым Дорого Мне говорили Именно Ну за счет сворма Может Вот такая была Была формировка Проблема в том Что тебе нужны макшины Но это дорого Даже вот с изменением Слишком Получается У тебя 165 Манны каст А шага такой же Просто минус 120 например И еще один момент Довольно важный Здесь игра будет Против бэтрайдера Против ультра агрессивного пика Бэтрайдер Лешрак Леон Таск И фармить здесь В принципе Будет тяжело Размен по вышкам идет Здесь Лансер Там Драгон Найт Диаболик Есть фортификейшн Нужно нажимать Нажимают Уже пошла Перетяжечка От ноуфира Бигнум Видит его Будет кидать сетку Нет Леон С пальцем Просто задефили Аккуратно Отходят Сверху Леший Леший Делает себе Бладстоун Логично Бэтрайдер Делает Блинк Есть арканруна Можно на кого-то Полететь Например На Чапи С подветренной Полетели У него не есть крутилка Но это Гатрайдер плохо спасает Если он достанет А он достает Примагнитил Внезапно Лассо И забирают Чапи Крутилку Конечно Прорвал рановато Но Что делать Надо было как-то уходить Пытаться ДК ДК здесь оказывается Это еще один Сточный фраг Может быть Ульта Апарейшн Улетает куда-то в сторону Деспрофит Подрубает Еще одна тычка Да Пульс новый Айсберг добивает Но теперь Айсберг остается один Нет Его прикрывают Айсберг 721 единица золота Вот Агрессивный герой На драке Как он много Получил сразу Сейчас еще будет сетка Можно пробовать Еще и битрайдера Есть Сайланс Закончить сейчас Файерфлай Ладно Не сейчас На сроу Как же Как же они пытаются Убежать от этого Спирит Сайфона Прижавшись к краю карты Вот это подфит Классно двух героев Забрали Но на Деспрофит Ничего не осталось Я даже не знаю Стоило втроем Убиваться Об этот Деспрофит Или вот так отступать Так они лезли за ДК ДП просто была рядом И можно было Отпустить ДК И тогда бы всего этого Не случилось Там находится аппарата Аппарат убивает ДП очень плотно Сейчас подбустится Она была четвертая С конца Теперь она Уже пятая сначала Но ее находят Или она находит Как посмотреть Последний никакого Азберга нет Да и он еще раз погибает В Нагу закатываются Нагу берут в лассу Нагу здесь должны забирать Пытается кастануть сон Но не удается этого сделать Фингер в Драгон Найта Подходит Хилен Варт Умни слэш Минус Бэтрайдер За счет Хилен Варда Живет Драгон Найт Сбивают Хилен Варт Но большие проблемы У Ноуфира Ноуфир Шарды Отличные шарды И успевает захилить С урной Какой кошмар Что происходит в этой игре 25 фрагов За 14 минут Саунд остается снизу Офармливать свои артефакты И выходит сразу же В топ 1 по Нетворсу Потому что все мрут На топе Но для него неприятно То что мрут По большей части Герои из его команды Соперники Хорошо это там Расконтраливают Все-таки Айсберг Вот Ну это айсберг Он любит Езжать в стройку Для него Такой герой Как Лешрак Он тонковат Просто посмотрите На господина Мэйби На даке Да Вот на парня На который На Лешраке Это тяжело Я не спорю с тем Что это тяжело Но Мэйби играл Сверх аккуратно Каждое его подключение Было абсолютно Выверено И убить его Было очень тяжело Его там цепляли Так только где-то В лейтгеме Когда у него уже был И Блэкинг Бар И Юл И все равно Лешрак прогибал Очень-очень быстро Сейчас пытаются И он диск собрать Чтоб такого не было Но что я хочу Объявить То что никто Вроде как Не собирает Блодстоун Прямо первым артефактом Все пытаются Чискать и Юл Там может быть Даже даггер Исторг потом Где-то Блодстоун На всех героях Но это азерб Из игры в игру Просто рашит Блодстоун Богдан Кровавый камень Так же известный Как Кровавый камень Так же известный Как Кровавый камень Разве он по вышкам Водник ультимейт ДП ДК Хивый вард Во-вторых Ничего Приходит на Аксирена Пытает сдать сон И снова не дают Раз за разом Забивает Но в этот раз Все получается И вот уже телепорты Двух героев точно цепанули ДП с ультимейтом Тоже здесь Под аркан руной Нужно дать сайланс Но не успела Но Лион не уйдет Не уходит Лион С и Хекса Минус два супа Что на самом деле Странно Он судя по всему Опять же делал ТП Куда-то не туда Потому что у него Три-пять секунд Длительность Хекса А это почитается Три секунды И он либо Протупил с проживом И сразу нажал Протупил По-моему И вылетел не на базу А куда-то куда Кто-то уже допошился Да, но это кстати Вот мы не озвучили Что Энмейта написали Ну я просто Что не проверил Поэтому не озвучивал А, вот так вот Ну что такое Возможность Из-за квиткастов Я просто сомневаюсь Что мы к этой теме Потом вернемся Может быть когда-нибудь Нет, то есть когда-нибудь Я гид проверю все равно А потом уже Авось сплывет в голове Ну да Ценная информация Ну потому что действительно Если это так То да, там ошибиться И вот полететь куда-то сюда А не сюда Это довольно просто Особенно учитывая У тебя есть там Полсекунды на принятие решения На наводку мышки И так далее И тогда получается ФНГ меня просто Обманул Он не раскрыл мне тайну Страшную Для того чтобы поехать Потому что Круто ошибается Для того чтобы поехать На Инт В качестве аналитика И там преподнести Эту информацию А я бы Как дурак Оставался в неведении И Ну хотя Если честно Я сомневаюсь Что у ФНГ План поехать на Инт Аналитиком Я думаю что он все таки Судя по той игре Которую сейчас Спирит показывает Он хочет поехать Игроком Кстати а спириты Меняли Вот я не помню У них Они в ростер локе Себя нормально чувствуют У них есть какие-то замены Или они попадут В закрытую Единственная команда Которая попадет В закрытую квалификацию Спирит и все И нави Два коллектива Не веришь Что нави выиграет Эпицентр Или супермажор Да у меня там Спор даже Жаркий По поводу эпицентра На бутылку Вот этот вот С азатом Да 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 С админом Нападение на аппарата Минус аппарейшн Успел повесить дебаф На ноуфира Но здесь нужно бежать Да админ Студанала Верит в нави И сказал Что они выиграют Эпицентр Очки хоть где-то Нет Поздравляем А я сказал именно Что они выиграют Эпицентр На данный момент Поздравляю тебя Да Потому что вероятность Этого настолько мала Вероятность того Что они туда не приедут Она больше Чем они Чем то что они Ее выиграют Ну джиггернаут В смоке Пытается туску лететь Но не получается Слишком много героев Есть же блинг Леон Леона кстати не видно Он в неплохой позиции Находится У него нет даггера То есть выходить ногами Тоже опасно Ну да Время есть Попробовать можно А вот сейчас Копает Батрайдер Что Минус Леон Легчайший минус Леон Экзорцизм все еще действует Батрайдер пытается Подлететь Но Понимает что это тщетно Я могу так сказать Не в обиду Как бы Na'Vi Хотя не знаю У Na'Vi такое количество хейтеров Сейчас что мне кажется Все только Пожмут мне руку За такую За такую как бы ставку Против Но на самом то деле В любом случае Ставить выгодно Что кто-то там выиграет А кто-то нет Потому что вероятность того Что какая-то одна команда Выиграет Ну она В любом случае Не такая Она меньше чем Если эта команда Не выиграет Слишком много команд Слишком хорошие Вот я бы мог поставить На ВП Но Ставить Что ВП выиграют Или не выиграют Это слишком рискованно Конкретно Когда они дойдут до финала Там уже да Можно будет ставить Но изначально Там как говорится Одно из двух Это слишком простой спор Слишком простой спор Так и есть Поэтому Участвуют проблемы Мне очень должен будет Увидеть Леон Но нет Он не пошел дальше В дуги Леон на ноге Чапи видит Батрайдер И в итоге Его здесь закрывают Пацан Будет Хекс Застанет Даже подкопом пришел Это Аегис И надо бы уходить ДК уже тут Может уже прыгнуть Кого-то может зацепить Цеплять Батрайдера Все Месть господина Чапи Так и подняли Еще и Леона Зацепили Здесь Дахак Заходит в спину Кажется Собрались Гамбит Нам немножечко Интриги оставить На следующую встречу Я хотел у тебя спросить А разве Годы взяли Не после Ростерлока Возможно Я не помню В таком случае И спириты Идут в квалы У нас реально Ни одной команды Похоже не будет В квалах сразу Нави будет Ну Нави, да А, стоп Они же выиграют Этот Эпицентр Выиграют эпицентр Да Сомневаюсь, кстати А, нет Им хватит Если они что-то выиграют Любой мажор Им хватит Для того, чтобы поехать Там на самом деле Нужно 5 с лишним Тысяч очков Чтобы поехать Но, скорее всего ВП еще часть очков Заберут на себя И Не будет такого Что тебе нужно будет Именно вот 5 тысяч с чем-то очков Скорее всего Четырех хватит Или даже трех с небольшим Для того, чтобы поехать А у Нави будет Три с небольшим Если они Если они выиграют То они получат Две 250 За Ну да У них там Эпицентр Они получат Разве больше Если выиграют Супер мажор Ну не в разы Ну Короче Им хватит На каждого игрока Просто больше выпадет Так же разыгрывается Получается Для 250 А не 1500 Значит За первое место У тебя, наверное Побольше будет Например, 1000 Слушай, я потерял Нить игры С этими Рассуждениями Что у нас происходит В игре В игре происходит Все бегают Все формят Денег по нулям Фраги сюда Фраги туда ДПФ Снова прости Все вопросы На фарм Потому что Много забирают На себя Джаггернаут И много Забирает На себя ДК У них Много денег Из-за этого Но ответ Пл Просто Фармить Драк Особо Не участвует У него Тоже Уже Сия Диффуза И вот Планирует Собирать ШБ Повод Вчерашним Чертежам Которые Были Против Гирокоптера Да Я понял То есть Стандартный Фарм Где Периодически Пытаются Реализовывать Витимейты От того же Чапи От того же Битрайбера Ну Джаггернаут Вот Джаггернаут Против Фантом Лансера В теории Бытует Мнение Что Джаггернаут С БФом Он Хорош Против Фантом Лансера Но я Сколько Не видел Сколько Не играл Сколько Не смотрел Матчей Ну Лансер Все равно Жжет Потому что У него Доппельгангер Потому что В Блэйд Фьюри Все равно Он успевает За счет Фантом Раша Разбить Лицо Он не слэш Он опять же За счет Доппельгангера Не боится Не сказать Что Прямо Вот Все Джаггернаут Безвыходно Но Не любит Он Лансера Вот Какого-то Лайфстилера Да Он очень Любит Прыгнуть На него И поехать Верхом А На Лансера Нет На Лансере Тяжко Возможно Даже Лансер Возьмет Специально Доппельгангер Спрыгать Бегать Что Было Больше Иллюзий Еще Больше Иллюзий И чаще Можно прыгать Не бояться Чапи Саунд Встречаются Кстати На миде Прыжок Оу Так делать Не надо Это было Очень опасно Да Результив Он все-таки Ультанул Да 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 Бегкий фраг На иллюзиях Я причем Так Его сейчас Вытягивает Ой Наташи И остается Успел Со стихом Прикрутиться Хотя бы Будет жить Если шаг В инвизию Но есть Сентря Он об этом Не знает Его сейвят ДП Разультивалась ДК В БКБ Но тут Похорда Еще одна Сентря Жесть Как много Сентрей И Айсберг Говорит Там Сентря Нет Тут тоже Сентря Спасите Обложили Почему Почему С плохим Стартом Год лайк Делать Двадцать Третий Тем временем Минус курьер Сил света Он погиб Не посмотреть Что в нем В нем ничего не было Не посмотреть Где он убит Да Год лайк От Дахака Десять Четыре Пять У него А вначале У него Был Ноль Три Или Ноль Четыре Мощно И айсберг На нижней линии На центральной линии Идет под куш Сайлон Так Чапи Продолжает Крутиться Уходит Отсюда Еще и Слип Так вот Я думаю Что эта драка Это была Она Еще и без Ультимейта Джиггернаута То есть он ее Просто Протратил Да Вообще Я думал Сайлон погибнет Он потратил Доппельгангер После этого Начал убегать От Чапи И должен был погибать Чапи просто Должен был найти Настоящего Но настоящего Лансера найти Очень непросто Как мы видим И Сайлент Просто убежал От него В итоге Причем он Настолько ошибся Что Даже интересно Как это вообще получилось Он наверное подумал Что ну не может Такой опытный игрок Как Сайлент Просто взять И убежать Наверняка это иллюзия А он просто взял И ушел Действительно Придумывать тебе Сложностей Ну в итоге Джаггера все равно Хватило И он разводил Конечно если Лансер будет Вот таким образом Ошибаться Но просто Такой ситуации Не должно быть Он должен убегать Бить с Фантом Раша А если Доппельгангер А если Умни слэш Он должен использовать Доппельгангер Ну это я думаю Понятно Хотя сейчас Еще и Шадоу Блейд Появляется Поэтому тут вообще Получается у нас Старый доблый Лансер Который когда-то был С Инвизом С Инвизом Да Ну Сайлент Тоже старый добрый Получается Как Айсфрок говорил Про этого Про Вайда Что хочу Типа В бэктореке Хочу далеко прыгать Вот это вот Так и Сайлент Тоже хочет Чтоб был инвиз И он его сделал Айсфрок сделал И Сайлент сделал Значит Сайлент это Айсфрок Железы Это премия Никого не дают За то что я его раскрыл Нападение в центре Нахак Юзает ДКБ Юзает ЕУ Он будет тяжело Будет С такого количества Иллюзий Нужно будет Не юзает Доппель Иллюзии пропадают Но без ман Посмотрелось Вроде как бы И не начиналось Баковой потрачен И его потрачен Маны У Джаггернаут На драку нет Это кстати Большая проблема Даного героя То есть у него Очень дорогой Ультимейт И крайне малое Количество Общей маны В связи с чем Если вы его Начинаешь бить И он где-то Эту ману Теряет То он Уже не может И либо хилку Поставить Или буль нажать И делает Это героя Куда слабее Да Еще такая Инициация Хорошая Если мы посмотрим С одной стороны Есть Нага Сирена С непонятной инициацией Есть Драгон Найт Наверное Лучшая инициация Ну и Дис Профит С Юлом Такой вариант С другой стороны У нас есть Самая универсальная Лучшая в Доте Инициация Это Бэтрайдер Номер 2 Это Тасик С блинком Который может Также через БКБ Пинать врагов Накатываться Закрывать шардами Номер 3 Это Леон Три великолепных Инициатора И подсейвов Здесь нет Я не вижу подсейва Ничего кроме Слипа Слип не является Ультимативным подсейвом Он не подсейвит От Лишака Который горит От героев БКБ Поэтому честно сказать Здесь Лейт Я не вижу Как будут выигрывать Без инициации Радиант Ну разве что так Ну как-нибудь зайдут И там кто бьет Леона Заберут Рошана Например Под тайминг И Со второй Со вторым Ультиматом ДП Когда будет Рошана И Фашишар Зайдут С Сыром Просто Сольют Ее В Бэтрайдера В Айон Диск После чего Ивзает первый Ультимейт Пушит Сыр Разваливает Раз Разваливает Два И заканчивает Все не нужно Врываться В потихоньку Сможешь просто сломать Как-то так Ну вообще Все таки Врыв у них есть У них есть ДК И пока что Сырена Еще Нападает Айсберг Четная Ксена Протупила Немного С перелета Но в итоге Удается Вырвать Счет Глибера Но теперь у Айсберга Проблема Есть БКБ И ТПА Вот например Да Ну нет Есть Бластон В этот момент Атака на Драгон Найт Цепляют его Но есть Блокинг Бар Бэтрайдер Три Две Одну Форстав Переложил Только сейчас Поэтому не может Отвести Драгон Найта Достаточно далеко Но может хватить Драгон Найт Все еще жив Фингер залетает В последний момент Даха Краска 100 Вы кстати зря Не потратили Ультп То есть если не удастся Сделать фраги А видимо не удастся Сделать То Примерно к появлению И если ДК встанет Ну он что-то сможет делать Стан давать И так далее ДП без ультима Это совсем не герой Круто поймали на отступление Айсберг в итоге развел Можно сказать Сбивают варды На Нага с гемом ушла Снотряк не сбили Ну и бог с ним Там цепляют еще Чапи У него уже нечем хейч Сейчас будет Замедление Сейчас будет Диффуза Стан Как же Еще Чапи без байбека Погибает Прямо перед Рошаном Как же так Чапи на ровном месте Минус вышка Но самое главное Рошан Вот уже контроль Этого флай И Рошан появляется Все тут же Оттягиваться У них 56 секунд Свободного забирания Заходишь Ломаешь Выигрываешь Окей Поехали Ну вот Ну тут все Очень быстро Падает Никакого контеста Не будет Чапи Нету Рошан Терпит Горит Всеми цветами Возможными Магическим огнем Обычным огнем И это минус Не идти Что он здесь один Может быть Леона Где-то увидели На перетяжке Только что Я думаю Да он не один Я думаю У айсберга БКБ Во-первых Во-вторых Не было Чапи Чапи только выходил Из таверны И в таких условиях Не хватит ресурсов Для того Чтобы для Шака Убить быстро А если будешь Долго его убивать То Потом еще и развалиться Можно Во-первых Он Сожжет Во-вторых Команда подойдет Которую не видно Сайлант Делает Тараску Почти готова Тараска Надо 5200 Ему 1000 остается И пошел в Шадоу Блэйде Фарми Теншин Нуфир Ставит Сентри Видит Дахака Закатывается в него Юл Можно закрывать Нету Решил уйти на Банглагере Да он сейчас неплохо Вот нас у меня закрыли Тех троих И можно двоих убивать Сон На последний маня Просто юзает сон Лансер бежит Лансер бежит Дэс Профит Дайте 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 убежать Говорит Дэс Профит Лансер гонится Но в итоге Сна сейчас нету Это еще один ресурс Который выбили Ну и что же дальше Что же будут делать У нас Лайта Мун Здесь нету Такого отспама Как в прошлой игре Нету Андерлорда Да есть Айс Бласт Да есть Сворм Крипт Сворм Дэс Профит Но Файр Шторм был круче А если против Файр Шторма Смогли зайти Думаю смогут и сейчас Четвертый Диаболик Пошел Моментально падают Иллюзии Вышка Айсберг Будет первой Оставаться потихоньку Из-за вот этих Всех иллюзий Набегающих На самом деле Вот это изменение То что у всех Большой монопол Это же делает Диффуза чуть лучше Потому что Ты в драке Дольше выжигаешь Ману Тем самым Дольше времени Наносишь больше урона Ты делаешь Антимага чуть лучше Очевидно Но димага тоже Что еще не Эффективный И минус магическое ХП по итогам патча То есть Он стал Тоньше Это самая большая проблема У него и так На самом деле базовый Там хп Это Вообще За грани разумного Какого-то было То есть Сейчас я скажу У него старое хп На 25 уровне 1264 было Своего Сейчас у него Своего хп 1158 Хуже Он только у медузы Закачей А было сколько 1200 1264 А 1264 Ну да Да Стал 1158 То есть Стало совсем мало Я пытаюсь найти Кого-то Кто был бы хуже Кроме медузы Не нахожу Но у медузы То есть У нее щит У нее На самом деле Нормальная выживаемость При этом При всем остается А вот этим А он же Не имеет Каких-то Других вариантов И от любого Физис ДПС Он отлетает Очень быстро Да уж И вот если Есть у тебя Например ТБ Возможность взять Зачем брать Антимага То есть Ты можешь Не выжигать Мага Ты можешь Просто бить 300 по лицу По лицу Разбили смог Прямо на Забигающих иллюзиях Которые они видели Ну и все И все И все И может сработать На Деспрофит Есть Айон диск Работает Слип ноги Сирены Стало Прямо под диск Лешрак бежит В драку Обратите внимание Начинается драка Пошел Айсбласт Леона уезжает Отсюда Нет Леона стерли Это Тасик уезжает Отсюда Тасика запирают Но он все еще стоит Фантом Лансер Перекладывает сыр Уже готовится К тому что Сыр нужно будет Прожимать Использует Доппельгангер Моментально стирает Нагу Сирену Нажимает сыр И тут Приходит Лешрак И начинает Жечь Но сразу Подрубаются Два Блэкингбара Байбэк От Наги Сирены Чапи Неплохо Дамажит Очень неплохо Дамажит Сэлланд вынужден Спасаться У него есть Тараска Выбивают Аиги Сэлланду нужно Заригениться Нужно просто Уйти Заригениться Тараска Работает Через секунду Все Тараска готова Ну нет Здесь слишком много Врагов По-моему Сноубол Хотя нет Сэлланд возвращается Кидает еще одно копье Покатились В Дес Профит Лешрак Сетка Минус Таск Таск выкупается Лансер идет до конца Лансер почти сжигает Дес Профит Дес Профит отступает Битва с Чапи Чапи сплэшем Бьет Чапи против Сэлланда И Сэлланд побеждает Несмотря на помощь Друзей Чапи Но друзья Чапи Наваливают Сэлланду После смерти Джиггернаут Получается За него довольно много денег Потому что у него был стрик Но драка Что-то интересное Такое происходило Очень медленно бьет Чапи Вот что я по итогам Драке хочу сказать То есть вот это вот Было видно Что в Сэлланде Шаки Он ожидает Тыц 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 Нет такого Что он зашел Именно стер героя Очень долго Это все происходило И вот у него Было в этот раз время То есть не было Леона Который его заизайбл Не было уже Туссера Который что-то мог сделать В одной из драк Это все будет И Битрайдер Там в него ворвется Пока не выполняет функцию Демо Сбера Которую должен выполнять Не хватает бабочки Сейчас я ДК Может рваться Таркан Руной Афтерлайв И убить Леона А может и не убить У меня слишком долгий стан Еще и БКБ нажимает На верочку Все хорошо здесь Фууу Вот это замес Вот это замесы Ну или файр нужен Против Айон диска Я думаю против Юла Против Дэс Профит В целом Лешрака не было в драке Лешрак бежал Всю драку К своей команде Он пришел только в конце Ну как сказать в конце Во второй стадии Скажем так Но начнись она Вместе с Лешем Все могло бы быть По другому Потому что Сначала дрались Не нажимая БКБ Так как его не было Потом нажали БКБ Потому что он пришел И он ничего не смог делать Он вначале ничего не делал Он не делал еще Несколько секунд Пока действовали БКБшки Будь он сначала в драке Он вынудил бы Прожать БКБ Второй стадии Начал бы разваливать Пауза Пауза рекламная Лучший артефакт В доте Это конечно же Тараска Но ведь нет Есть же рапира Есть же рапира Покупайте рапиру И передавайте ее И вражеская тараска Перестанет быть проблемой Я принят? Покупайте рапиру Вражеская тараска И рапирой Развалит вам лицо Скорее вражеский карри С тараской И блэдмейлом Да, тоже нормальная тема Против всяких снайперов Которые сейчас Очень популярны в папчиках Да, против снайперов Даже можно тараской Собирать у них Слишком мало здоровья Недавно попался Кстати против Снайпера и тролля Сгрустнул Грязь Старый патч Он уже где-то рядом Уже скоро Смог атака Бэтрайдер взлетает И вот тут же ловят Отличный подсейв Если он так же дает Продолжение Зайвы в нагу Снят на горе Есть ли чем Помешать Да, есть чем убить Есть чем помешать Там Ем останется лежать Леона так же подцепили И Леона тоже И ни одного байбэка нет Что интересно Есть экзорцизм И сейчас вся статья Типа миду Но Лешрак сплитпушит Лешрак Лешрак мешает, конечно Но можно забить на него Потому что про то, что отсутствует бэтрайдер Или он Их байбэки Это они могут не знать И то, что отсутствует Ускар Совсем Это они точно знают Потому что он делал байбэк В прошлой драке И жмется ульдп Будет пытаться выйти в размин Поехал ДК Отгонять айсберга Пошел уже дэмэдж Как-то он не совсем справляется Но время тянет Не дает улететь быстро Но только сейчас айсберг Улетает на базу Еще будет там регениться Очень долго Да и сам ничего не сломал Даже Т3 А вот У самих Flight to Moon Барак упал И через все он пытается отойти Не хватило того самого таланта На 25 Но до 25 Еще уровень с небольшим Потеря бараков От Flight to Moon Гамбиты Цепляются за эту игру Напомню, что у Flight to Moon Уже практически нет шансов Если они проигрывают эту игру То у них вообще нет никаких шансов Да и так у них нет никаких шансов Но А у команды Гамбит все еще Отлично Нападение на Afterlife У него нет БКБ Он успевает использовать Blink У Бэтрайдера Blink в кулдауне Идут до конца Afterlife бежит слишком медленно Бэтрайдер Летит слишком быстро Глиммер Божественный Глиммер От Наги Сирены Спасает жизнь Афтерлайфу В итоге потеря немного времени Небольшого количества Нага еще умудряется сплитить Отпушивать центральную линию Чапи бежит по нижней И у него почти готова бабочка И очередная пауза Еще раз пауза Мне кажется Знаешь Вот я Офтоп Мне кажется Высшие силы Нашли способ Победить спам Про ТХД Про неугодных Комментаторов Неугодные команды И Все остальное Они просто Положили Твич Для многих Или для некоторых Возможно даже на какое-то время И теперь все что я вижу В чате отвечает Это три буквы В Все дело в переписке В Между Грэдом и Соло Да Находится Тебар только что Ой-ой Можно копать Нагу силену Не нечем его добить ДК уже здесь И Битрайдер плохой помощник Когда он впрыгивает в Сайлент Сайлент погиб Сайлент погиб И Битрайдер тоже может погибнуть Да Афтерлайф не отпускает Его слоу граунда Минус Дахак 13-4 С таким началом Он выходит В неплохие позиции Один из лучших кэдауни В этой игре Таск тоже Не дают ему сделать даггер А вот дают Но он мог использовать Блинк только вперед Он смотрел вперед Да Я бы Я просто хотел сказать Что Вынудили бы все равно прыгать Туда Откуда он не выберется И он все равно здесь погибает Потому что наверное даггера у него нет Пинает крепость До сады Пытается подфармить Или типа того Побега все равно нет Хотя опять Айсберг Он уже толкает бот И приходится кому-то Сюда тягиваться Раз это подделал ДК И он смог Помешать Сможет ли помешать Сапарат Да Сможет Замерзает Замерзает айсберг Здесь сюда уже джиггернаут И надо отступать Ну это минус вторая сторона В любом случае Афтерлайф вместе С Дахаком справятся Леон пытается подцепить Но сейчас просто может отъехать Ой-ой-ой Как больно Повезло что души уже были На развороте То есть они не носили сейчас урон Просто возвращались с героя Да Если бы Дахак сделал шажок вперед В этот момент То я думаю Леон бы закончился Да Скорее всего Они бы успели подлететь И доесть его И для крипов То есть там дальше по ситуации Как повезло бы или не повезло Ну неужели гамбиты Все-таки вырвут Игру Как вчера против империи Хекс появляется у Лешего Блинк появляется у Ноги Сирены Интересные артефакты И МКБ делает Еще на скорость атаки Немножечко Скоро заветный талант На 5 ударов Умни Слэша Я все-таки думаю Что несмотря на То что 600 хп Это сейчас еще круче Чем раньше Не будут брать Ну будут редко брать 5 ударов Умни Слэша Слишком круто Леон Ошибочка от Леона Он решил пойти Поставить варды Его еще так Ласково подождали Никто не стал его бить Пока он не поднялся Бэтрайдер вынужден Отступать Заходит Лансер В инвизи покупает МКБ Ему тоже нужны МКБ Бэтрайдер все Бэтрайдер Бэтрайдер ошибся Снова заехал далеко Причем у них Отсутствует гема Поэтому вот так вот В одиночку врываться Которую же территорию Это очревато Приходится сразу Трать Бэбек на Леоне А на Бэтрайдере-то его нет Рошан есть Это третий Причем тот самый С Иром Сайгисом Про который я рассказывал И сейчас Если они отдадут ЭТО Кстати цепляют Через сон Лешего Затка уже в позиции Успеет ли Ну должен на боковой нажимать А вот что дальше Ну от формы не убежает Есть сетка Да и Это кстати интересно Ему упал То есть смотри Он все правильно сделал В том плане Что если разбивать тебе ТП в БКБ Даешь Хекс Делаешь ТП-Аут Все нормально Но зачем Чапи подать Тут свой ультимейт Улетающего Сто процентов Лешака Просто словил Это по-другому называется Берсеркер мод Это болезнь Чапи Проседает от Рошана И от Иллюзии Вдвоем били Но зашли иллюзии Рошан клэпнул Сайлон что-то пробегал В ситуации рядышком Просто заехал так же Флай погибает После байбека Что происходит Что-то зло Можно Все забирают И ковыряют Лешака Лешак минус Остается лансер Остается бэтрайдер Они уходят Урна на лансер Разбивает Или не уходят Потому что есть Еул На самом деле Все еще можно Пробить кого-то Подцепить Подзадержать ДК берет Плюс 40 к силе Плюс 40 к силе Сейчас Вы серьезно Вы изменяете ХП Но вы не фиксите Этот талант И плюс 40 к силе У ДК Становится 4 косаря ХП Это при том Что у него На ХП На самом деле Си АПТ До БКВ То есть Три слота У него может быть Тараска Например Которая даст ему Еще Тыщенку с небольшим И так далее Скади Какой они выдающий Ему еще 25 к трибутов С этого нельзя Не учитывать Делая такие таланты Я думаю Вот 4 когда у нас Там Послезавтра Завтра Это же да Наверное Вот короче Завтра будет панч То плюс-минус Должны Это дело Чуть поправить будут Плюс 40 сил Чтобы я так Что не говоря Что это 40 урона Это еще и Процент хапоригена Это маг резистанс То есть у героя Вот 37 маг резиста Из ниоткуда 37 65 физ резистанс Взял с себя Естественно Пассивку В этой игре Денег было достаточно Афтерлайф Он вообще топ Нетверс Но он очень много Наувевал Особенно суппортов Я постоянно видел Как Афтерлайф Влетает в какого-нибудь Леона Дает ему стан Или в Бэтрайдер Очень часто Дает ему стан Бэтрайдер Погибает И еще и сыр Ему дали На случай Если что-то будет Использовать Фондю Что? Это так называется? Это про что? Про русскую озвучку? Про сыр Сыр Использование сыра Называется фондю Когда ты его ешь То есть это способность сыра Например Например Вот у Сайта Вай Способность хейкс А у Чиза способность фондю Ну Нападает Фондю пацаны Говорит Афтерлайф От фондю под них По-быстрому Я не знаю Бэйбэйков нет Есть сыра Эгис и фрэшер Я не знаю То есть Вероятность их поражения Крайне мала После всего этого Да 1-1 Это значит что Это хорошо Потому что Следующая встреча Будет иметь Больше смысла В таком случае У нас Для гамбит Потому что Для веги Это важно В любом случае Для веги Ваши в любом случае Да Но для гамбита Теперь гамбиты Будут стараться Потому что у них Остается шанс Ура Интрига Товарища Бэтрайдер Пытаться на самом деле Я люблю Хранить пораньше Как ты понимаешь В этот раз Похоже Ты прав Не живет ПЛ Под сначим Количеством АОЕ урона От ДК И вот он ГГ Ну Интересная игра Получилась С переворотом Как мы видим Пришли в себя Где-то гамбиты В определенный момент Хотя проигрывали Большую часть игры Ну или окончательно Рассыпались Лайтуму По итогам У нас Это еще одно Поражение У Флайтуму Я уже Сбился со счета У них было Три-четыре-пять Три-четыре-пять